В общем, собираем информацию о том, как люди и команды проводят время в самоизоляции. Сегодня у нас гость, тренер футбольного клуба Добрыня, главный тренер Ваня Бабылев. Вань, скажи, как ты относишься к такому явлению, к коронавирусу, как проходит твоя самоизоляция, как ребята находятся в самоизоляции, общаетесь, как дела вообще? Слушай, ну дела, как сказать, ничего, живем потихоньку, слава богу, все здоровы, отношусь к этому всему делу. Мне не нравится, но, конечно, этот коронавирус многим испортил планы. То есть у нас там много чего было запланировано с основной командой, и с дублем, и со школами своими. Все это дело, все вперемешку, все испортили. Сидим дома, сейчас как бы, как большинство говорит, ну я этого, в принципе, придерживаюсь. Главное, чтобы все здоровы были, и все. Это время надо как бы преодолеть. Вот. Как провожу время? Никак, целый месяц просто тупо сидим дома. Сижу дома, выходим очень редко в магазин, то есть там раз в три-четыре дня выходим. Зарос, не бреешься, да? Я не бреюсь, жене сказал, пока не буду бриться, пока карантин не закончится, вот, жду. Чего быстрее, либо карантин закончится, либо мне надоест уже с такой бородой ходить по этому. Плей-офф начался. Да, да, у меня плей-офф свой, да. Ответственные игры пошли уже, просто с женой месяц уже мы дома, поэтому ответственные уже здесь накал, борьба на коленаду предела. Поэтому так. Так что, ну, многим спутал планы, да, ну, а что, эта жизнь придет, приходится, оказывается. И вот так вот не ждали мы, да, что будем сидеть там все месяца. Ну, ничего, сидим, ждем. Да, какие ожидания от сезона, какой он будет, потому что, ну, я вижу, например, два варианта, либо сокращение числа игр, либо увеличение сроков, но сроки, скорее всего, не будут увеличивать, потому что это и темнота, да, и холод, и ноябрь, и снег, и все дела. Вот. Я думаю, что, возможно, будут играть в один круг, но это как мои домыслы, да, что ты, может быть, знаешь, с кем-то созванивался, какие-то есть мысли по этому поводу. Сейчас мысли одни, на самом деле. Быстрее бы, как бы, мысли сейчас, быстрее бы власти разрешили все это дело делать, да, чтобы обстановка эта снизилась, то есть вот эти вот заражения и все, чтобы спокойно можно было выходить на улицу и как бы уже приступать к делам своим. Как это все дело будет, по-любому сезон будет уже скомкан, ну, сто процентов, то есть какой бы он, подготовка скомканная, то есть сезон будет в торопях начинаться, я уверен, вряд ли нам кто-то даст месяц-полтора на подготовку или еще что-то, да, то есть хорошо будет, если нас хотя бы предварительно, там, недельки за две, за три предупредят, вот, ну, все команды в одинаковых ситуациях, в одинаковых условиях, мы хотели эти условия для себя улучшить, то есть мы хотели раньше всех выйти, ну, то есть мы и вышли всех раньше, мы готовились, но, видишь, вот так вот случилось, я думаю, что мы на пике своей там формы подойдем к началу сезона, но вот видишь, как карантин спутал все планы, спутал все планы, поэтому сидим дома, ждем вестей, как будет только разрешение, мы сразу выходим на тренировки, и есть у меня такая мысль, там, тренировки увеличить, пока у нас школа, наверное, сначала, наверное, взрослый футбол запустит. Тебе количество или интенсивность? Интенсивность бесполезно им сейчас увеличивать, они сейчас просто с дивана сстанут, если я сейчас увеличу интенсивность, там от команды останется человек 10, поэтому, как бы, увеличить, я думаю, количество тренировок на какой-то определенной, там, неделе, ну, грубо говоря, я просто думаю, это вот мои мысли, да, чтобы они постепенно входили, так у нас было две тренировки, да, если мы сейчас, нам дадут две недели, это, получается, четыре тренировки, и все, и мы начинаем. Нет, нам надо какую-нибудь неделю такую ударную провести, более-менее в кондиции вернуться, потому что, ну, за месяц они хоть и растеряли, но не такое будет, как после полугода, поэтому подумаем, как будет, опять же, сейчас говорю, сейчас мысли только с тем, как бы нам, нас быстрее уже отпустили отсюда, чтобы эта вся ситуация завершилась, а так мальчишкам раздаю эти программы, кто-то делает, кто-то не делает, то есть, ну, кто не делает, тот умрет на первой тренировке, у нас народу много, так что ничего страшного нет, будет естественный отбор, то есть, а так, раз в два дня я им выкидываю тренировки, то есть, они их выполняют, программ, только кроссфит у нас дома, то есть, кто может, у кого лес есть рядом, да, те уходят в лес, там бегают, вот, остальные дома, кроссфит, подручными средствами занимаются, кто как может. Вань, хорошо, я вот, когда вот этот весь коронавирус начался, я, как бы, мысль такая была спросить, или спортсмена, или врача, вот тебя, как спортсмена, спрошу, как вот ты думаешь, что лучше для организма, переболеть вот этим вирусом, да, пусть потерять, например, месяц на эту болезнь, там, я не знаю, в больнице полежать, или что-то такое, вот, или просидеть в самоизоляции два-три месяца, да, не увидеть лето, организм ослабнет, и все равно ты, как бы, осенью ты заболеешь, потому что организм ослаблен, как ты думаешь, вот, что лучше вообще? Я, чего непонятно, что это за вирус, да, если это вирус тот, который мы можем вот пережить, просто вот, да, то есть пересидеть, этот вирус куда-то улетучится, я не знаю, убьется, там, все, все от него избавятся, то, конечно, лучше это дело пересидеть. Если этот вирус, как явление там сезонное будет, да, то есть, опять же, он будет выходить у нас, там, я не знаю, там, осенью, зимой или еще что-то, уже не знаю, что лучше, как бы, по-хорошему-то лучше бы переболеть, да, но, видишь, у нас, оказывается, не все могут переболеть, да, он в смертей, как бы, тоже есть, там, у других странах, у нас тоже есть, поэтому не могу тебе точно сказать, надо понимать, что это за вирус. Вообще, я желаю всем не заболеть этой хренью, на самом деле, как бы, лучше сидите дома, чаще моете руки. Да, здоровье дороже. Да, чаще мойте, и даже, вот у меня жена продукты моет, те, которые мы с магазина приносим, поэтому, поэтому лучше, лучше, чтобы это все дело просто тупо прошло, и мы больше никогда не вспоминали о нем. Хорошо, Вань, нет у меня уверенности, что мы увидимся в мае, да, будем что-то снимать, там, про команды, тренировки. Скажи, как дела обстоят с новичками, кто пришел, кто ушел, как вообще в команде движения происходит? Может быть, кто-то из дубля, кто-то в дубль, кто-то вообще ушел, кто пришел? Смотри, какая ситуация, то есть, опять же, говорю, подпортил план нам этот карантин, да, я хотел с новичками решать вот в ближайшую, там, неделю, вот еще дали бы оттренироваться, все было плюс-минус, более-менее понятно. Но сейчас такая авральная ситуация, что приходится мне, там, в спешке их брать, да, ну, как бы, смотря на, у нас есть трое новичков, я не буду говорить эти фамилии, то есть, никто их не знает, это не люди, которые играли там на область где-то или еще что-то, да, это мы, там, не Карл Стэвис, мы подписываем, или еще коменды, да, вот, поэтому, есть ребята интересные, трое, вот, прям новеньких, тех, кто, ну, не знает вообще, как бы никто, вот, по позиции тоже не буду пока говорить, скорее всего, мы их возьмем, как бы, подпишут, да, как бы у нас мы зарплаты не платим, то есть, да, мы берем ребят в команду, там уже будем в сезоне разгребаться. По минусам, вот у нас, по минусам, у нас Добрынин, Враталь, ушел из команды, ну, в армию, в армию уходит, у нас Ваня Кузнецов, доучивается, уезжает тоже, мы его, наверное, увидим максимум 4-5. Поперя основа Ваня-то, да? Да, 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 рассчитывали мы на него, игр на 8, на 9, но видишь, как коронавирус, тут чуть-чуть спутал планы, поэтому неизвестно, будет ли он вообще играть или нет, то есть, как там завершить диплом, как закончить, то есть, будет ли этот диплом, не будет, ну и Камолов, Влад у нас тоже в армию уходит, когда уходит, не знаю, но тоже, опять же, рассчитывали мы на 8, на него, и сейчас вот неизвестно, тоже, что будет сократиться, ну, уйдет раньше, соответственно, еще меньше, еще 4 игры, вот, радует то, что у нас Виталий Смирнов, если кто помнит, не помнит, за тем сезоном следили, он там в двух, или в одной игре у нас выступил, потом я его с команды выгнал, из-за того, что он там, а ну, да, если помнят, то в трудом совершенно, если помнят, то очень с трудом, короче, тема такая, хороший, интересный полузащитник, молодой, около 20 лет ему, с передачей, с видением поля, но раздолбай, как бы, был, надеюсь, что был, вот, поэтому он там вместо, вместо наших тренировок в том сезоне уходил на мини-футбол, не говоря мне об этом, ну, я узнал, Владимир-то город маленький, у нас на бифутзале там, ребят, ну да, мини-футбол это залет, да, вот, да, мини-футбол это залет, я сразу говорил, кто у нас вместо тренировок мини-футбол выбирает, то все, сведу льду льду льду, ну вот, соответственно, выгнал его из команды, потом он мне сам в конце сезона написал, поздравил с выходом у нас, да, что мы вышли во вторую, и попросился обратно, вот сборы все прошел, вопросов нет, как бы, вроде как, более-менее справился, поэтому его, вот как усиление тоже, считаем, в центральную зону, вот, а с дубля у нас Данил Вахромкин, тоже был на просмотре, он считает, то есть, вот помимо этих трех ребят, Смирнов и Данил Вахромкин, то есть, он у нас в том сезоне играл за дубль, был нападающим, то есть, у нас сейчас на самом деле, в нападении такая конкуренция неплохая, там, пять человек, там, на два места, грубо говоря, плюс-минус, вот, поэтому, его немножко я переквалифицирую, пока не скажу, куда, как бы он знает об этом, поэтому будем его на другой позиции пробовать, но, скорее всего, да, тоже ему, его вроде как, получается, я еще не говорил с ними лично, да, вот мы с тобой, я не знаю, посмотрим, он эфиры не посмотрит, то есть, его авансы мы берем, то есть, если бы, грубо говоря, я по нему решение принимал, в следующие там, две-три недели, не знаю, взял или не взял бы, а так, ему, считай, авансово, пожелался, до сезона его подписываю, доказываю каждую тренировку, игру, вот. Стоит ли ожидать ребят со школы футбола Добрыня в дубли? Да. Команды? Мы уже зимы планировали, у нас будет порядка, наверное, семи человек, заявлено за дублирующий состав, это мальчишки 2006 года в основном все, и 2005, 2007 не буду заявлять им еще, ну, малы они еще, то есть, да, а шестой уже, ну, плюс-минус, более-менее, ребятки там окрепили немножко, то есть, их можно уже ко взрослому футболу подпускать, поэтому человек семь будет, двое суздали точно, наверное, даже трое, и человек четыре-пять с Боголюбого, но, возможно, больше, возможно, в заявке именно будет, то есть, там, подключаться человек семь, по факту тренироваться будет больше мальчишек, то есть, те, кто у нас в школу прошел, мы каждому шанс дадим, в возрастном футболе, чтобы они хотя бы тренировались, а там дальше уже будем смотреть за прогрессом, потому что у них возраст такой, да, что они там до 17, до 19, до 20, там, до 21 могут выстрелить любой, там, год, в любой промежуток времени, поэтому из дубля ждем тоже, да, вернее, из школы в дубль мы ждем мальчишек, мы уже примерно список накидали, знаем, кого будем подключать, поэтому им еще не говорили, то есть, мы думали, что они сейчас будут тренироваться, 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 да, потом мы их подключим, потому что дубль-то тоже у нас с апреля, с апреля выходил, выходил, как выходил, пытался выйти, так и не вышел, да, ничего не было? Нет, мы его только сказали, все ребята собрались, ну, как бы оповещение кинули им в чат, что начинаем собираться, а, и все, нас зачехлили, и все сидим. Я просто Санычу писал, тоже вконтакте, что, говорю, напиши мне, когда у вас будут тренировки, я к вам зайду, поснимаю что-нибудь, вот, а он так, ничего, и тишина, ничего, нет, снимать нечего, первую тренировку отменили сразу же, то есть, у нас была сначала, там, к примеру, в субботу основная команда тренируется, и сразу первая тренировка дубля в воскресенье, в субботу снова приходят, все стадионы закрыты, то есть, да, мы на Точмашу выходим, на Северный, стадион закрыт, как бы, ну, бесполезно, развернулись, пошли, ребята довольны, что им там, урогать не надо было, они говорят, ну, слава богу, они просто не думают, что это надолго так затянется, да, да, недельку отдохнуть, а тут такая шляпа, поэтому тяжеловатенько, да, тяжеловатенько сейчас. Вань, видел ваши онлайн уроки в ВКонтакте, да, вы опубликовываете всякие разные задания для ребят из школы футбола Добрыня, скажи, как-то удается ли мониторить, да, что они делают, как вообще к этому относятся, успевают ли заниматься, там, уроки у них или что, как вообще? Тут такое двоякое, на самом деле, мы изначально эти онлайн уроки запустили, как, сначала нас отпускали всех на недельку, отдохнуть, вот, мы вроде как бы из этого и исходили, думаем, ну, подождем недельку и потом спокойно выйдем, а оказалось, что нас там продлили на месяц, то, как бы, мальчишкам реально сидеть дома, как бы, ну, тяжеловато там, без мяча, и решили вариант такой онлайн уроки, да, три урока я выпустил, то есть, тут вперемешку, понимаешь, я не могу всех отследить, я не могу каждому приехать домой, посмотреть, делают ли они или не делают, то есть, те родители, которым это интересно, да, те родители, которые там, нужны какие-то поправки или еще что-то, мне скидывают видео, как бы, я, мы с ними на связи, я им высылаю, то есть, свои там, какие-то корректировки, то есть, они это делают, да, кто-то вообще пропал из виду, ну, я не знаю, может, просто чисто физически они не успевают, да, кто-то работает за родителей, кто-то не работает, то есть, тут не угадаешь, но насчет того, что не хватает времени у них на тренировки, это да, потому что школа прям заваливает прилично их, прям до того, у меня родители некоторые звонят, говорят, ну, просто он с 11 садится и учит, то есть, там, по музыке реферат, по физкультуре реферат, как бы, я вообще рефератов в институте только писал, там, грубо говоря, там, я не знаю, рефераты для школы, это серьезно, там, там серьезно, как бы, зато учителя прикуривают, мне кажется, спокойненько сидят, вы, говорит, учитесь, мы посидим, выходные все устроили, да, ну, как бы, ну, так, что, тут ничего не сделаешь, я представляю, наверное, учителя тоже, да, у них там 30 человек в классе, и таких классов, там, очень много, поэтому, приходится только домашку услать, а родители учат уроки, у нас некоторые, там, мне звонят, говорят, я уже по третьему кругу пошла, учиться, у меня двое там, да, я учусь. Вконтакте, по-моему, приколюха увидел, что ребенок сидит, общается с преподавателем, да, через ноутбук, и мама сидит рядом под столом, что-то ему подсказывает, что-то такое. Ну, возможно, возможно, но, я еще раз говорю, да, они все, мальчишки там жалуются, да, о том, что вот, у нас времени нет, но, как бы, на самом деле, на часок встать пораньше, сделать эту программу, ну, да, было бы желание, конечно. Это вопрос желания, как бы, на самом деле, вот эти онлайн-уроки, да, кто-то говорит, я много там тренировок смотрю, то есть, кто-то говорит, что дома это не футбол, или еще что-то, но, хотя бы какое-то чувство мяча, маломальское, можно за счет этих упражнений натренировать. У нас не так много тренировок, мы не с дюшор, которые там, пять или шесть раз в неделю тренируются, то есть, тут каждый урок с мячом полезен, поэтому, у кого есть желание, те это делают, а я, в принципе, по тренировке сразу увижу, кто делает, кто нет. По новой тренировке, когда мы выйдем, я дам такие же упражнения, и мне уже все, в принципе, станет понятно, так что, никто от моего взора не увернется. Вань, сидишь дома, в самоизоляции, чем себя развлекаешь, чем наполняешь свое время, смотришь ли чемпионат Белоруссии по футболу, может быть, какие-то плюсы даже нашел от самоизоляции, потому что я вот, например, веду приложение автомобильное по расходам, посмотрел, вот я один раз сколько заправлял в прошлом месяце, и буквально пять тысяч сэкономил вот на бензине. Ну смотри, давай с плюсов, потом к Белоруссии перейдем. Давай. Из плюсов, вот то, что бензин, соглашусь, потому что, как бы, я машину уже давно не заправляю, но вместо машины я себя заправляю, понимаешь, вот он стоит, здесь рядышком, автозаправка сразу. Магнитиками, все как надо. Да, да, и ничего не сделаешь, понимаешь, ты, я вот тут что-то на карантине немножко задумался, и 100 килограмм начал весить уже внезапно. Да. Вжух и сотенка. И вот теперь, короче, да, загрузился на 100%, называется, как бы, да, у меня теперь баг внутри, теперь я, я не знаю, но вот сейчас вот потихонечку, потихонечку буду сбрасывать, потому что, ну реально, как бы, вроде как карантин, лафа, холодильник здесь, если там, вот, когда не был карантин, там бешеный ритм такой был, да, то есть у меня там один выходной, только был понедельник, как бы, и все, ну то есть, ну как выходной, то есть я его называю, что у меня нет просто тренировок, то есть это не значит, что у меня рабочие дни, ну просто вот занят-занят, всегда носился. Немного раз вагу куда-то. Просто тупо сидишь дома, да, вот жрешь, 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 жрешь. Да, Паш, не надо тебе шутить, потому что ты скоро выйдешь. Он ко мне уже видит, Паш, и потом шутить буду я, да. Вот, поэтому, вот, в плюсах, в плюсах в том, что я с семьей, на самом деле, я как бы хотя бы полтора года, грубо говоря, там, с женой виделись, вот в кровати, и вот на кухне. Все, сейчас я с ребенком, с женой хотя бы, то есть, ну мы месяц уже, в месяц просто не разлей вода, то есть, как бы время с семьей проводишь, да. Ну и плюс сейчас много свободного времени, сейчас на самом деле, как бы у всех карантин, очень много онлайн конференций выходит с различными тренерами, детскими, взрослых команд. Все стараюсь смотреть, ничего не упускать, то есть, ну и много-много-много, на самом деле информации, очень-очень полезной. Есть там время пересмотреть подход там наш к детским школам, к нашим, да, то есть, у меня время есть сейчас на основной команде, еще тут посмотреть по тактике, по вообще там, в целом, по всему, поэтому вот плюсы это то, что с семьей, плюсы это то, что вот с самообучением, как бы занялся я, то есть, кто-то английский лучше, кто-то еще что-то, а мне как бы вот футбол, я смотрю там различных тренеров, то есть, конференции, ну все, самообучение. А по чемпионату Беларуси, мне, может, немножко повезло, у меня телевизор не показывал, где-то недели три, вот, а потом я все-таки попал, ну я попал, я как скажу, мне когда футбол, ну не нравится, я его не смотрю. Да, Стас, познакомился с женой, нормальный баба оказался. Вообще, я расскажу, у меня в Твиттере, по-моему, была картинка, три богатыря нарисована, вот, картина, и над ними написано, чемпионат Туркменистана, Беларуси и Таджики. Вот кто играет, сейчас, по-моему, туркменов зарезали, короче, там пять чемпионатов, буквально на всю планету идет. Да, то есть смотреть, либо их, либо ничего. Ну, да, вот нас тут заставили, заставили, так сказать, ну вот Беларусь, посмотрел, посмотрел Батэ, ну плюс-минус, более-менее, нормально, вот Батэ и Динамо, Динамо Прест, с Мелевским, который, то есть, ну плюс-минус, там уровень РФПЛ, у нас, это как у РПЛ, вторая половина, наверное, да, вторая половина, где-то так, хотя Батэ еще может там за серединку зацепить, ну такая, ничего, а когда смотришь там какую-нибудь Белшину какую-нибудь, там, вот недавно я тут включил, а там мне Саныш присылает сообщение, прикинь, говорит, как же команда называлась, Горовая, что ли, или еще что-то, Городеи, мужики, Городеи, говорит, шикарный гараж открыли, а у них футбол там, говорит, я где-то не понял. Словск-то не видел там, Баян, болельщик-то на все, это интернет. И Баян, да, и я реально включаю телевизор, смотрю там гаражи просто, за воротами, я говорю, ну интересно, да, но на самом деле смотрел, когда вот такие средненькие матчи, смотришь, как будто это вторая лига на сборах играет под бешенными нагрузками, как бы, да, и футбола там на самом деле мало, ну к нему, к нему привыкать надо, короче, чемпионату Беларуси, но я не скажу, что у нас супер топ чемпионат, да, как бы, я его тоже особо не смотрю, я смотрю только топовые матчи, как бы, выпендриваться нам тоже, да, тут не надо. Это испанцы, англичане, и могут плеваться, да, они, я думаю, вряд ли у них там матч-ТВ есть, вот, а нам приходится мучиться немножко, да, ну что, хотя бы хоть какой-то футбол, хоть какой-то футбол. Хорошо, давай к сезону, что будем делать, если ситуация следующая, карантин сняли, но сезон уже не получается, что будем делать, есть ли какой-то план Б? План Б, Стас мне тогда говорил, ну, всегда есть, да, у Стаса-то у него всегда план Б есть, он когда узнает какую-то инфу, он сразу так, план Б, короче, мне сразу пишет, если что-то там не получится, будем на товарищеские матчи есть, да, какие-нибудь турниры, товарищеские матчи, еще что-нибудь, что-то будет по-любому, то есть, если все чемпионаты отменят, кто-то сделает там какие-нибудь, ну, некоммерческие чемпионаты, да, то есть, мы какие-нибудь коммерческие турниры или еще что-нибудь, или обычные просто турниры, ну, потому что стоп-команд будет простаивать просто, поэтому, что-то будет, будем где-то участвовать, но не хочется сейчас об этом думать, думаем о том, чтобы побыстрее все дело закончилось, мне кажется, Лев Павлович там сделает, ну, все, что от него зависит, как бы, чтобы чемпионат состоялся, поэтому процентов, наверное, 80-85, я с ним разговаривал еще перед началом карантина, он сказал, что, ну, перенесем, да, но не до такой степени, чтобы прямо вот отменять чемпионат, потому что я увидел на сайте, там, и заявки нужно присылать, и регламент уже есть, как бы, поэтому... Ну да, движуха пошла. В Германию, Грэн, мы тебя в Германию на органы только продать можем, в Германию ты захотел, ты так не играешь, чтобы тебе в Германии ездить. Кстати, да, я вот тебе, Вань, спрашивал в видосе, когда мы сборы снимали, какие ожидания, да, от новой второй группы, да, потому что новый уровень, новые соперники, новые эмоции, впечатления, сейчас, наверное, многое поменялось, правильно? Сейчас, сейчас серьезно, как бы, команда наша, если бы ты меня спросил, вот сейчас у нас сборы бы шли, да, я бы сказал, что мы готовы на процент, на 90, вот к этому времени были бы уже, наверное, готовы. Мы бы сейчас уже потихонечку, даже не потихонечку, мы бы сейчас уже наигрывали на поле, но вовсю. Но сейчас, я еще раз говорю, чемпионат будет скомканный, и команда сейчас не будет в 100% готовности, поэтому придется с листа, да, играть, грубо говоря, то есть в сезон, вкатываться уже в самом сезоне, тут уже будем смотреть, как я думаю, что не слабее мы там никого, но и не сильнее тоже там большинства, да, то есть будем смотреть по факту, как бы, я не особо за второй лигой следил, как бы, просто там команды поопытней, ребята есть, да, там большинство команд поиграло и высшей лиги, то есть, да, они там кто заходили, то вылетали, как бы, практически все команды поиграли, вот, но не знаю, что ждать, вот ты меня после там трех-четырех туров спроси, я посмотрю, как люди там играют, а потом тебе скажу, как бы, ну, ждем, ничего не ждем, на сяток будем надеяться и все, а там уже посмотрим, хочется быстрее, просто футбола, праздника и, вот, самого футбола, движухи, да, движухи, движухи, так, ну, наверное, все, я бы тебя спросил уже, все, что можно было, спроси меня, братан, скажи мне, вот еще, что, твой фаворит в группе, во второй, состав помнишь? Да, я не буду даже называть фаворитов, если, грубо говоря, фавориты те, кто опустились с высшей лиги, это труд, да, и кто-то там еще в Ольгаре, в Ольгаре. Александров, по-моему, тоже остается, что-то я слышал, у них вопросы идут, не идут, то есть фавориты, а мы, как обычно, грубо говоря, портить нервы, аутсайдеры изначально начинаем, да, ну, по таблице смотря, аутсайдеры, там заберемся, но на самом деле фавориты те, кто заканчивал на первых местах во второй лиге, и кто спустился с высшей лиги, вот, вот, как бы все, наша задача, только играть в футбол, у нас нет каких-то там бешеных задач, да, на этот сезон, у нас нет задачи в тройку попасть, или еще задача минимальная, первая задача, это обезопасить себя там от вылета, да, первые, последние два места не занять, дальше уже будем смотреть по ситуации, опять же, вот, как ты вначале сказал, неизвестно, какой будет регламент, либо мы в круг играем, да, через чемпионат, я думаю, что мы не успеем, наверное, там, сделать. Читал, читал, написали по ФЛ, ФНЛ, дедлайн 25 мая, если там никаких подвижек не будет, то они закрывают и по ФЛ, и ФНЛ все. Ну, то есть, дедлайн, это когда они 25, точно уже говорят, что и когда, то есть, ну да, да, то есть, если до 25 они там не начинают, типа, то все. Ну, у нас-то все намного проще, как бы, тут я сниваю, что, грубо говоря, если ФНЛ с ПФЛ закроют, да, и нас тоже прикроют, то есть, у нас тут местного значения чемпионат, поэтому, вряд ли, там, мы прямо на них будем, типа, они закрылись, и мы тоже, там, Лепал же будет принимать решение, там, с командой вместе. Ну, как вариант, еще один, я говорил тогда, что можно разделиться, опять же, играть между собой, так будет реально меньше матчей, как бы, в два круга не успеем, в один круг, тоже, ну, такое себе, да, кто-то будет говорить, а что это мы с сильными на выезде играли, мы бы дома могли зацепиться, ну, там жеребьевка, я думаю, какая-то будет. Будут довольные или недовольные. Кто-нибудь, как-то это все обосновать все равно придется. Но, на самом деле, сейчас, я тебе говорю, сейчас вся наша команда ждет, как только побыстрее бы это все дело началось, как бы, вернуться к тренировочному процессу и уже спокойно готовиться к самому сезону. Ваня, еще такая мыслишка, если Армагеддон, сезон стартует, но без зрителей, да, и я знаю, что для Добрыни очень важно наличие зрителей на трибуне, да, многое для них делается, что, как бы, и поясню, что это не настолько, как сказать, фантастическая вещь, потому что были случаи, когда зарезали стадион, полиция в коврове и в камешках, вот в камешках именно, я был на таких матчах, то есть они играли без зрителей, я буквально договаривались с полицией, я один сидел на стадионе, чтобы просто снять эту игру на трибуне, все, больше никого не было, вот, поэтому это не такая уж и фантастика, что будем делать, если придется играть без зрителей, как будем выкручиваться? Ну, понятное дело, что без зрителей играть тяжеловато, еще что-то, но мы будем играть без зрителей, для зрителей, да, грубо говоря, то есть для болельщиков, для наших, они в любом случае будут там за нами следить, или еще что-то, вот, что касаемо болельщиков, еще есть такой факт, как, так как у нас есть школа, есть дубличный состав, да, у нас есть основная команда, и она самая главная команда, и мы еще играем для нашей школы, то есть мы лицо клуба, лицо системы, там, структуры, да, всей, как бы нашей, поэтому мы не можем, не имеем права просто сказать, что вот, извините, мы из-за болельщиков там не будем играть, то есть мы играем, основная команда, это лицо команды, это вот последняя, там, самая верхняя, там, пирамида, ну, да, детская школа внизу, то есть, которая готовит, и основная команда на самом верху пирамид, то есть она в любом случае должна продолжать свое ведение там по чемпионату, чтобы те же дети тренируются у нас, видели, что они могут попасть в основную команду, пускай через дубль, да, пускай через какое-то время, но основная команда, это вот конец карьеры детского футболиста, начало взрослой карьеры, вот, как бы дети должны это понимать, мы играем как бы еще для них, чтобы они понимали, чтобы у них была мечта, что я хочу играть там в Добрыне в основной команде, да, да, есть там у нас мальчишки в детской школе, те, которые подают надежды, и, как я тебе тогда еще не раз говорил, я там всегда говорю, что если мальчишки интересны, и у них есть вариант, где-то там в большом футболе зацепиться, то мы им помогать, мы будем их стараться там, пробивать им просмотры в топ-академиях, но те, кто, грубо говоря, в топ-академии не тянут, мы будем, опять же, в своей структуре их растить, помогать там с работой, или еще что-то, то есть, и уже помогать с сядься, то есть, и на футбольном поле, и вне его, что у меня еще есть такая, ну, пускай это не мечта, как бы мы это будем вводить, чтобы все наши команды и дублирующий состав, основной сам по себе, то есть, и детские команды, когда они будут уже играть, там, на область, или еще что-то, чтобы они играли себе по одной схеме, как в системе Аякс, там, или еще что-то, чтобы не было вот переходов, да, чтобы была одна единая система, и что ребенок из детского школы переходил в дубль, и ему не приходилось ломать себя там, по 4-4-2, 4-3-4-2-3. одна, один рисунок игры, скажем так, да, для всех? Да, да, одна схема, одни требования, одна и та же схема, то есть, чтобы дети, переходя из детского футбола в дубль, и из дубля, переходя в основу, то есть, они уже знали, что от них требуется, там, на этой позиции, чтобы они не перестраивались, им не нужен, не нужен этот геморрой, они и так в стрессе, да, они ушли из школы, то есть, приходят к взрослым дядькам, стресс, еще что-то, и дети уже начинают там, психологически как-то подсаживаться, то есть, а тут, они все знают, как бы, да, то есть, немножко скорость побыстрее, немножко с мячом надо работать побыстрее, но они уже знают, что от них требуется, вот, поэтому вот потихоньку идем к этому всему. Ладно, Вань, спасибо за беседу, я знаю, что ребят очень много смотрит, смотрит на наш эфир, давай пожелания болельщикам и ребятам на пустые на сезон. Болельщикам желаю только веры в нас, любите нас, такие, какие мы есть, потому что в этом сезоне нам реально будет тяжело, будет тяжело в плане там, и ментальной, и по спортивным принципам нам будет тяжело, но будьте всегда с нами, не надо ждать команды, не надо любить команду только за победу, надо любить команду вообще в целом, поэтому, это я не говорю, что типа готовь, что мы будем там скручиваться всем подряд, просто надо понимать, как бы, да, что будут черные, белые полоса, черные, белые, но и команде тоже скажу, да, чтобы мы после там поражений не впадали в ступор, в панику или еще что-то, то есть надо, каждое поражение, как говорят тренера, то есть это еще больше пищи для размышлений дает, значит, если что-то делаешь как бы не так, найди себе силу встать, там разобрать ошибки и идти дальше, поэтому любите нас, болельщики, мы любим вас, а ребята с основной команды, готовьтесь, готовьтесь, господа, вы только у нас скоростная выносливость начала, и сразу карантин, значит, побольше скоростной выносливости после карантина будет. Спасибо, спасибо, Вань, завтра продолжим, или послезавтра, со Стасом еще побеседуем, по финансовой жизни, да, как команда живет, как себя чувствует. Спроси, сколько он набрал. Чего он набрал? Сколько он килограмм набрал на карантин? Ну, мы по лицу увидим все. Если оно не влезет, да, в экран? Да, да, если вы там влезете. Слушай, мне тогда еще можно пожрать, сходи сейчас, сейчас до холодильника-то. Да, тут реально рукой подать практически. Ну все, ладно. Ладно, Вань, спокойной ночи. Слева. Помой руки. Слева.